Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя Якутской городской думы Марина Силкина. Здравствуйте, Марина Сергеевна. Здравствуйте. Марина Сергеевна, по инициативе депутатов городской думы уже со следующего года во всех детских садах города Якутска будет внедрена система 20-дневного меню, единого. Расскажите об этом поподробнее, как депутаты пришли к этому, как все начиналось. Спасибо за вопрос. Пользуясь случаем, я хотела бы поздравить всех работников дошкольного образования с их профессиональным праздником. Пожелать всем их крепкого здоровья, благополучия, педагогических побед. В канун нашего профессионального праздника глава городского округа город Якутск Айсен Сергеевич Николаев подписал постановление о внедрении 20-дневного меню во все дошкольные образовательные учреждения нашего города. И это для всех нас, для всех детских садов был прекрасным подарком от главы города Якутска. Что касается проекта 20-дневного меню, я, наверное, начну с предыстории. Санитарно-эпидемиологические требования – это правило, по которым работают все дошкольные образовательные учреждения. До 2013 года утвержденные санитарно-эпидемиологические требования совершенно не учитывали национальных особенностей питания при составлении меню. Что это значит? Это значит, что ребенок, который проживает в условиях Крайнего Севера и традиционно с раннего возраста употребляет местную продукцию. А местная продукция – это жеребятина, это кисломолочная продукция, это наша рыба, это наши ягоды, не получал в дошкольных образовательных учреждениях. И, кроме того, СанПин запрещал доставку замороженной продукции в детские сады. Продукция должна была поставляться только в охлажденном виде. А в наших климатических условиях, тем более в зимний период времени, это практически было невозможно. И вот этот такой пробел в нормативных документах надо было каким-то образом восстанавливать. Ключевым моментом в решении этой проблемы был круглый стол в Государственной Думе Российской Федерации в 2010 году, куда была я приглашена как депутат Якутской городской думы, который курирует вопросы дошкольного образования в городе Якутске. Шесть очень актуальных предложений для нашего региона мы обсуждали и надеялись на разрешение этих вопросов. То есть мы ждали изменения в этих правилах. Много лет ушло на то, чтобы эти правила утвердили. И вот уже в 2013 году утвержденные новые санитарно-эпидемиологические требования появились у нас в городе Якутске. Но теперь надо было утвержденные правила применить к нашему меню. По инициативе Якутской городской думы в 2016 году в городе Якутске была проведена конференция по дошкольному образованию. В конференции приняли участие специалисты области образования, здравоохранения и детского питания. Также принимали самое активное участие руководители дошкольных образовательных учреждений. По итогам этой конференции было принято решение. Пилотный проект. Нам необходимо было внедрить пилотный проект по 20-дневному меню, в который вошли 4 дошкольных образовательных учреждения. Это 15-й детский сад Северные Звездочки, это 33-й детский сад Теремок, это 97-й детский сад Незабудка и 104-й детский сад Ладушки. С этого дня мы активно включились в процесс подготовки этого меню. Хочу сказать, что все эти детские сады были оборудованы, внедрено было программное обеспечение 1С детское питание, которое позволяло ввести автоматизированный учет всем продуктам питания. Это и бухгалтерский, это и технологический, это и диетологический. Также эта программа позволяла планировать рацион питания детей. Кроме того, у нас была создана комиссия, которая занималась отслеживанием этого эксперимента. Еще раз повторюсь, что основная задача была подготовка 20-дневного меню и адаптация в детских садах. После продолжительной и кропотливой работы в июне 2017 года этот документ, 20-дневное меню, появилось у нас. И самое главное, что оно было согласовано с Роспотребнадзором и закреплено постановлением главы городского округа города Икутск. Теперь мы этот документ имеем. А внедрение единого меню все-таки потребует дополнительных затрат. Естественно, как в этом вопросе обстоят дела? Поддержала ли окружная администрация? Я хочу сказать, что это был совместный труд Якутской городской думы, окружной администрации. И, конечно же, мы понимали, что дополнительное финансирование нам необходимо, потому что меню стало разнообразным. Меню стало учитывать местную продукцию. А мы сами прекрасно понимаем, что те же продукты, которые используются в рацион питания детей, это жеребятина, рыба, это все дорогостоящие продукты. И, конечно же, после долгих обсуждений мы рассматривали этот вопрос на всех комиссиях городской думы. Эта комиссия рассматривала и по социальной политике, и комиссия по бюджетно-экономической политике совместно с департаментами окружной администрации. Вымерялись все граммы, все рассматривалось до тонкостей. И вот в июне месяце, когда мы это меню получили, его рассмотрели, мы утвердились в том, что дополнительно из бюджета города 72 миллиона будет выделяться. Варина Сергеевна, скажите, пожалуйста, а вот на Ваш взгляд, каким именно должно быть меню? Ну, понятно, что наша жеребятина, наша рыбка. Как вот выглядеть должно это меню? Ну, во-первых, меню должно быть очень качественным. То есть продукты должны быть качественными. Меню должно быть сбалансированным. Меню должно быть содержать, в продуктах должно содержаться все то, что необходимо нашим детям. Это белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы. И, конечно, в части того, что мы сейчас используем местную продукцию, мы очень разнообразили наше меню. Если раньше меню было 10-дневным, то сегодня у нас меню 20-дневное. И я хочу сказать, что с таким восторгом дети воспринимают те блюда, которые им готовятся. А хочу сказать, что это, значит, в рацион питания мы включаем пироги с брусникой, теперь рыбный пирог, котлеты из рыбы, это якутская лепешка, это якутский суп, это отварная жеребятина. Я считаю, что такое меню, оно очень самодостаточно, учитывая еще то, что при 12-часовом режиме работы это пятиразовое питание. А как любят наши дети бруснику, морс и киселис брусники. А к национальным блюдам как относятся детки? Ну, как я уже говорила, что с раннего возраста дети в своей семье все эти продукты употребляют. Поэтому для них в дошкольном образовательном учреждении, да еще как преподнесет воспитатель это блюдо, конечно, это обычное питание. А будут ли учитываться аллергические какие-то моменты, вот если у ребенка есть аллергия на тот или иной продукт? Вот как в этом плане? Я хочу сказать, что и в те времена, когда не было 20-дневного меню, каждому ребенку был индивидуальный подход. То есть руководитель, принимая ребенка, проводил беседу с родителями. Мы выявляли, есть ли у ребенка это заболевание или нет. Ну и, конечно же, необходимо заключение врачей-аллергологов. Говоря о том, что может ли ребенок принимать эту пищу или нет, я хочу сказать, что все на параллелях. Если ребенок не воспринимает этот продукт, то есть продукт-заменитель, который он может употреблять в рационе своего питания. А среди поставщиков будут ли местные производители той же молочной продукции? Да, я хочу сказать, что, конечно, было бы очень замечательно, если бы у нас была централизованная база, как это было раньше для дошкольных образовательных учреждений. Мы говорим как раз о качестве питания. Но сегодня этот вопрос решается. У нас есть уже поставщики, такие, как наше предприятие ГосНАП, который работает напрямую с нашими дошкольными образовательными учреждениями, поставляют овощи. Это картофель, лук, морковь, помидоры, огурцы. Сегодня стоит вопрос о том, что они и рыбу будут подставлять. Но я хочу сказать, что закон 44-й федеральный, конечно, нам очень сложно обойти, и аукционы, конкурсы, они остаются. Но руководители могут пользоваться прямыми договорами, то есть напрямую заключать договора с поставщиками до 100 тысяч рублей. Скажите, а для всех детских садиков когда уже будет внедрено питание такое? Как я уже сказала, глава подписал постодавление, и с 1 января 2018 года все дошкольные образовательные учреждения будут применять 20-дневное меню. Мало того, что все детские сады города будут оборудованы. У всех дошкольных образовательных учреждений будет своя программа, вот как я уже и говорила, детское питание в детских садах. Ну и я думаю, что наши детские сады, которые сегодня уже готовы и ждут этого момента, будут очень удовлетворены, потому что единые требования к 20-дневному меню будут распространяться на все детские сады города Якутска. А вот еще такой вопрос, единое меню, оно же потребует, особенно национальные блюда какие-то, потребует каких-то новых знаний, возможно. Предусмотрено ли повышение квалификации работников? Я еще раз хотела бы сказать о том, что к 20-дневному меню у нас комплексный подход. То есть мы, когда планировали внедрение этого меню, мы предполагали, что нам необходимо обучать наших специалистов. И я очень рада, что договора заключены с нашим якутским техникумом сервиса. И уже с 1 сентября курсы повышения квалификации прошли повара. И с 1 октября пройдут медицинские работники. На этом наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Благодарю вас за беседу. Спасибо большое. И напоминаю нашим телезрителям о том, что у нас в гостях была первый заместитель председателя Якутской городской думы Марина Осилкина. Оставайтесь на нашем канале. Всех благ вам.